Вы правы абсолютно, наверное, еще среди всех каналов выбрали тот канал, у которого в меньшей степени Коснулись все события сегодняшние, потому что библиотека ТНТ формировалась как библиотека отечественного контента последние лет 7 И вот этот переход, уход от зависимости от иностранного кино, он тоже давался не просто каналу, но тем не менее к текущему моменту, к 22 году мы практически на 100% состоим из отечественного контента То есть у нас есть кинослот, безусловно, даже два, но он практически не зависит от мейджорских тайтлов Раньше мы его формировали до 22 года юмористическим контентом, непосредственно держали жанры, как говорил Михаил Каналы больше держатся какого-то одного направления, а кинотеатр, он для разных зрителей Да, так есть, но тем не менее, с учетом текущих событий, наверное, и мы, как каналы, готовы расширять свой жанр В первую очередь ориентируемся на предпочтение зрителей И, соответственно, наш кинослот, он становится разно-жанровым, но он полностью состоит из российского кино И может состоять, соответственно, в этом плане мы не зависим от мейджоров Соответственно, что, да, наверное, это будет достаточно оптимистично звучать, но мы наращиваем производство И этот год и следующий, и следующий у нас, в принципе, состоит практически исключительно из премьер Такой полноценный годовой сезон Почему это происходит? Потому что, ну, во-первых, мы ищем... Мы видим... У нас основной вызов и проблема, с которой мы столкнулись Это не уход мейджоров, а скорее изменение зрительского интереса То есть здесь конкретно меняется все Во-первых, тотал рейтинг, он не растет Он скорее на уровне... Он и не упал, но он остался на уровне того прогноза, в котором мы жили раньше Но, соответственно, мы увидели такое перераспределение в новости, которого никогда не было раньше И интерес к развлекательному жанру тоже сокращается У нас канал юмористический, и поэтому нам очень аккуратно сейчас нужно работать с этим жанром Многие проекты, которые работали полгода назад, точнее год назад, они уже не работают вообще Либо там они уходят на полку, либо каким-то образом пересматривается подход к производству этих проектов Но здесь есть такое существенное изменение, с которым приходится работать И, наверное, еще вот в жанре драмы тоже То, о чем говорили кинотеатры В принципе, мы здесь во многом созвучны и с точки зрения проблем И с точки зрения подходов к решению Драма тоже работает хуже Поэтому в процессе этого года нам приходится пересматривать контентную политику полностью Даже несмотря на то, что мы независим от мейджеров Соответственно, что еще спасает ТНТ, наверное, больше, чем другие каналы Это как раз производство большого количества проектов Ну, мы говорим, в первую очередь, про сериалы в регионах То есть наши самые топовые сериалы, которые вот сейчас дают, в принципе, не худшие показатели, чем это было раньше До условного кризиса 22-го года Это там «Жуки» условные, «Личная жизнь» в этом году был такой прорыв Это все региональные проекты театры в регионах И они интересны, они как бы остаются интересны зрителям Какие-то сериалы мы также показываем в прокате Пробовали эту историю тоже Пока это нельзя назвать практикой для канала Просто какие-то отдельные попытки Но, тем не менее, сюда мы тоже смотрим И, соответственно, все, что мы производим То есть мы пересмотрели некую политику работы с продакшенами Все, что мы производим, мы производим своими силами наших продакшенов Географии абсолютно разные От Южной Африки до небольших регионов России Но все это, ну, как бы ориентация на качественный контент Произведенный собственными силами С собственными продакшенами Вот, собственно, в такой логике будет продолжать существовать канал В будущем Но, наверное, еще чуть-чуть скажу про копродакшен Тоже абсолютно созвучно с тем, что говорили участники первой сессии И здесь тоже звучало Конечно, мы смотрим очень пристально Изучаем рынки, каталоги форматчиков дружественных стран Общаемся, встречаемся, разрабатываем там с Турцией Сейчас очень активно работаем Наверное, не знаю ни одного канала, который сейчас не работает с Турцией Корейские форматчики тоже выходят на первый план Где-то Индия, Китай Там, ну, меньше интересных пока Пока интересных проектов, предложений Но, тем не менее То есть есть интерес даже и к той продукции, которая производится у нас Чего мы раньше не замечали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!